Всем привет! Приношу извинения за ветер, который тут будет мешать качеству звука. Эти милицейские машины это не следственный комитет. Это вот такое вот ОВД на улице Ильинка. А попал я сюда совершенно не по милицейской надобности, а потому что вот в этом здании, соседнем с ОВД, открылась сегодня, вернее откроется завтра, выставка под названием Extension KR. Это в галерее Triumph очередная выставка молодого современного зарубежного искусства. И выставка, должен вам сказать, офигительная. Заранее прошу прощения за то, что внутри будет довольно шумно, меня будет плохо слышно, поэтому читайте, пожалуйста, подписи, которые я буду давать крупным планом. Они расскажут вам про художников и название произведений больше, чем я могу озвучить в условиях этого шума. Вот мы заходим в галерею Triumph и начнем по кругу. Надеюсь, нас не подведет Wi-Fi. Вот Йончик Ольщин. Вот его работы. Не самое интересное, что здесь есть, но запаситесь терпением. Слышно меня? Пишите в комментарии. Слышно, не слышно. Связь вроде очень хорошая. Переходим к следующему художнику. Это Юнген Чон. Смотрите, что замечательно в творчестве наших восточных друзей, что все очень тщательно у них проработано. Давайте подойдем вплотную. На моей памяти так прилежно. Рисовал только Дмитрий Александрович Пригов. Он, правда, это делал шариковой ручкой. Интересно. Спасибо. Я понял, что меня слышно. Интересно, какая здесь техника. Здесь у нас негрунтованный холст, карандаш. Посмотрите внимательно. Это сделано карандашом. Карандашом. Представляете? Вот. Он негрунтованный холст, а на нем карандашный штрих. Мы дальше будем еще зумить всякую разную технику, потому что корейцы выдающиеся мастера. Потрясающе. Потрясающе. Карандаш на негрунтованном холсте. Прикиньте? Правда, и видно, вот видите, что холст негрунтованный. Это мощь. Да. Я у нас попал и попал. Мы уже в спальсе. Спасибо большое. Мы уже в эфире. Да. Итак. Уже в горячей. Вот. Смотрите. Смотрите. Работаю тут целиком. Перед тем, как мы к ней еще раз приблизимся. Вот. Далеко надо отходить, чтобы она влезла в кадр. Тут что-то у нас метр на метр, если не больше. Вот. Смотрите. Смотрите, как оно тут устроено у них, у корейских товарищей. Странно, что меня слышно. Мне самому себя не очень слышно. Но раз вы говорите, я вам поверю. Вот. Это вот видите уже фактура стены. А это вот этот самый холст. Красота нечеловечка. Следующую работу тоже еще раз, извините, отойдем. Красота. Ну, если за нами пойдем. Вот. Да. Честно говоря, прямо сейчас бы купил такую. Вот видите, какая штука. Вау. Твою мать. Жалко, что видео низкого качества и не умеет как следует сфокусироваться. Но мы переживем. Здесь, видите, уже все серьезно. Ну, все продумано до мелочей, просто мелочей, а до китайцев. Но до китайцев все искусство их современное, оно очень не оригинальное и вторичное при всей своей большой техничности. А корейцы все-таки очень какие-то самобытные ребята. Собственно, как и всех заводов, это можно посмотреть в каталоге или на сайте галереи Триумф. То есть набирайте в гугле галереи Триумф, то все вам будет видно. Вот, давайте наедем на эту замечательную цветную конструкцию. Вот. Видите, какая красота. Тут можно втыкать долго. Даже, в общем, особо курить не надо, чтобы воткнуть в такую красоту. Вот, видите, что у меня. Опа. Красота. Ну что, перейдем к следующему автору. И вот, где есть у нас? Вот, вот, разгляд. Акция. Какой это? Ам... Ну, а здесь? Видите, тут есть. Живопис. вот видите вот такой вот акрил-голст красота пытаемся поймать картину она очень здоровая картина называется дом мигранта следующее тут как мы в общем она в этом месте еще мы думаем что это какой-то такой реализм на грани гиперреализма на такой где-то где-то нашему файбисовичу но стоит нам внимательно рассмотреть следующую картину и мы поймем что эта история вообще про что-то другое про что-то очень очень европа и очень возрождение вот смотрите внимательно на нее целиком а дальше просто будем глядеть на технику смотрите и чудо прислать но просто если если думать про кто бы вот так вот рисовал бы финтифлюшки в европе да то нам же уже никакой никакой файбисович и никакой рушенберг конечно голову не придет придет нам в голову уже сразу какой-то уже брейгель да с боссом то есть в общем люди люди многое о себе думают в республике южная корея скажите жесть а так вот еще произведение как-то попроще такой лесной пейзажик но тоже конечно хочется подходит в упор и разглядывать этот вот технику вот этот базочек вот этот все как это как это у них наносится этим акрилом грунтовым видите какие два штришка вот отходишь они уже что-то другое приворачиваются ну и вот такая вот работа где совсем что-то неожиданное происходит то есть такое окно типа туалетного а потом подходишь ближе ближе и оказывается что что-то очень тщательно про корейских корейские прорисовали это крикинг конечно видите текста здесь нет но для того чтобы в этом убедиться надо подойти с девяток на 10 картине да видите эти люди очень серьезно относятся к технике не только к вычислительной так вот это вот не сутим семьдесят второго года рождения художник и вот и вот значит разнообразные зеркала и сейчас вы будете видеть меня вот и вот разные зеркала но не то чтобы как бы использовать зеркала в качестве материала для изобразительного искусства придумали в корее на последнем бьенале был целый целый павильон с двумя зеркалами друг напротив друга между которыми заходили зрители но тем не менее если посмотреть внимательно на то что тут рядом в общем вы увидите что люди по прежнему заморачиваются на полном серьезе с живописной техникой причем в таком совершенно классическом стиле у них никто ничего не отменил вот этот не сутим продолжается видите какая штука оказались небольшой небольшой комнате смеха которая включает собственно говоря и противолежащие противолежащие картины которые тоже становятся частью этой в частности вот этот акрил который мы рассматривали по кусочку и вот эта скульптура которой мы сейчас подойдем но сначала рассмотрим сначала рассмотрим вот это вот произведение человеческий рост такая штука без зеркал но с кучей очень очень дотошно прорисованные ткани вот видите для масштаба человеческие фигуры вот это зеркало вот собственно говоря скульптура которую хочется обойти по кругу хотя бы для того чтобы найти имя скульптора вот это вот но вот 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 Да, с именем скульптора мы, однако же, пролетели. И случай узнаем отдельно, ни с какой стороны эта скульптура не подписана. Но, несмотря на это, она безудержно прекрасна, как мне кажется. Впрочем, может, со мной не согласится. Но я бы вот так вот ходил по кругу весь вечер, если мне не надо было еще сегодня в эфир телеканала «Дождь», где вы можете меня осмотреть в 10 вечера. А если они разрешат, то еще запустим и из их студии тоже трансляцию. Так, ну что, пойдемте в подвал, потому что мне владельца заведения выдали… о, буфло, выдали мне вай-фай, поэтому тут довольно быстро все будет, и в подвале тоже, я надеюсь. так, ну, мимо бухла мы пройти, конечно, не можем. Сейчас мы его… о, замечательно! Корейское искусство через бухло. Вот. Давайте посмотрим, как оно дополняется этим. вот, например. Или вот. Ну, хорошо. С бухлом закончим. Быстро. Закончили. Пойдемте в подвал. Хорошо, когда вай-фай везде. Сейчас наш любимый номер. Спуск по крутой лестнице с камерой в руках. У зрителя всегда есть шанс посмотреть очень ржачный флэпстик, но пока, видите, держусь. Хотя в той руке, которой надо держаться за перил, у меня телефон, но как-то справляемся. вот подвальный этаж. Здесь нас ждет еще некоторое количество актуального корейского искусства. Извиняюсь, здесь не очень яркий свет, поэтому все не очень сюжетно. Значит, начнем… начнем с этого края. Здесь у нас Ингенхо. Это девушка 64-го года рождения, то есть ей же 52 в этом году. И у нее серия ботаническая и 1000 глаз. Посмотрите, как это сделано. Смотрите, вплотную как это сделано. Вот такая ботаническая серия, которая, в общем, означает что эту девушку можно было пригласить главным художником на игру Lance vs. Zombies, где там большой всегда спрос на новые растения и на новых зомби. Но все это… все это очень как-то свеженько и прекрасненько. И, в общем, в отличие от привычных нам китайских выставок, не то, что ты смотришь и сразу называешь фамилию человека, который ты рисовал до китайцев. Вот здесь вы видите синий цвет, на самом деле он совершенно зеленый. Это очень серьезная операция цветопередачи. Он здесь зеленый, ярко-зеленый, ядовито-зеленый. Такой же, как здесь, но просто… Просто здесь не отсвечивает, а здесь ведь отсвечивает. по ним торцам синий. Вот, собственно, их ботаническая серия. Вот. Насекомые, поедающие капустные листья. Продолжаем наше путешествие. Вот это что-то мне очень напоминает эта картина. Если кто-то узнал, кидайте в комментарии. Потому что не могу сказать, кого, кроме Гаварова. Оно мне напоминает. Так. Вот здесь вот у нас… как Ебон Квон, 72-го года рождения. Там внутри у него видеоинсталляция «Авария», а снаружи картинка под названием «Двойственность» на корейской бумаге в смешанной технике. Но тут, к сожалению, стекло, поэтому у нас сложности будут с рассмотрением этой смешанной техники и фактуры этой корейской бумаги. Да, если бы не стекло, мы бы видели лучше. Ну, вообще, это, конечно, опять же, наводит на воспоминания о тех работах, которые Дмитрий Александрович Перегов делал с помощью авторучки. На тоже бумагах таких метр, метр намного. Вот такая вот, ребята, двойственность. Значит, видеокомпозицию «Гибома Кмона» мы смотреть целиком не будем. Просто обозначим, что она вот находится вот здесь. Когда вы сами сюда дойдете, то будете иметь возможность ее здесь засмотреть. Да, мы с вами переместимся дальше, рассмотрим художника Чон Ю Пак. Вот картина, которая называется «Шифрование». У меня это слои и размеры, а шифрование вон. Вот шифрование. Мы имеем возможность вчитаться в эти шифры. Может быть, там нас пошлют по-корейски. Вот. Видите? Такая картина. Размеры хорошего. Это примерно два на полтора. И рядом с ней примерно такая же, но только в противоположном цвете. То есть, белыми точками на черном фоне. Настоящий корейский ценитель, он, конечно, проведет пару дней в попытке разобраться, это один и тот же паттерн изображен на двух этих картинах или все-таки два разных паттерна. Вот примерно. Это такова работа корейского зрителя. А вот там вот за углом находится работа художника Урама Чхве, который был так восхищен победой компьютера над Лесидолем в игре Го, что теперь он все про компьютеры и очень много об этом думает. Да, вы в прямом эфире, не обращайте внимания. Ничего страшного. Это бывает с людьми. Да, вот видите, вот такая вот работа. И здесь уже не работает даже местный Wi-Fi, поэтому поспешим, пока нас не отрубило. Нет, все, Wi-Fi, Wi-Fi чуть не ожил. И мы переходим... Нет, не ожил. И мы переходим к следующему художнику Джан Йон Мину, работой которого называется «Гордыня, жажда, сон и дороги» и «Портрет моей матери». Это предпоследний художник, которого мы что-то увидим на выставке. Вот. Вот это «Гордыня, жажда, сон и дорога». Что-то, опять же, очень, очень мы что-то такое видели в Европе, но сказать, вот точно ткнуть пальцем и сказать «О, вот он Дали корейский» тоже нельзя, потому что, да, человек видел Дали, но у него совершенно нет задачи, как китайцы, сделать еще одного Дали для развески в каждом китайском музее по экземплярам. Тут все-таки поинтереснее игра. А вот, значит, последний автор – это Сан Гюн Ким, 67-го года рождения. Какие-то там очень возрастные художники в Корее. У него три работы здесь вот таких вот из цементного раствора, то есть собрат в каком-то смысле наших друзей из группы «Ресайкл», который называется «Память-орнамент». Вот такая вот у корейских товарищей память и вот такой вот у них орнамент. Смотрим внимательно, потому что оторваться совершенно невозможно от этого всего. Вот видите, и отдельно, конечно, как вы понимаете, вот эти тени, которые эта работа отбрасывает, она же их будет отбрасывать вообще в любой галерее, потому что везде каким-то образом стоит цвет, и эта тень тоже является частью работы, она является частью впечатления, которую мы получаем. Вы видите, а там еще одна тень. В принципе, вы можете развесить это чуть подальше от стены, тогда вот много теней будет, если еще много источников света поставить. Ну, вот эту вот работу, я думаю, надо все-таки зум-аутом смотреть. Хотя изначально, может быть, она была рассчитана на другой экспресс, но зум-аут вот выглядит вот так. Такой зум-аут, конечно, хотелось бы иметь видео с заставкой к зуму Фейсбуку. Сделаем обратный зум-эн. Так. Опа! Тут такая визуальная искусство, внутрь которого можно попадать, как в волшебных сказках про живопись. Помните, это все путешествие внутрь картины. Ну, и последняя уже горизонтальная направленность его орнамент памяти. Видите, опять с тройной тенью, которая не предполагалась, может быть, художникам конкретно, но подразумевалась. Вот как-то это сложно, вот видите, образуется от вот этого вот странного торца. Да, вот такие вот профили ужасные, бородатые. Ну, и давайте пройдем ее в близком расстоянии, в полный размер, вот так. Давайте пройдем ее все. Ну, тут мне осталось вас поздравить, потому что мы прошли всю выставку корейских художников в галерее Триумфа. Напоминаю, что для публики открывается она завтра. Вход на нее, полагаю, свободный. Не припомним, чтобы галерея Триумфа украли деньги за вход. И сейчас мы еще раз поднимемся на верхний этаж, посмотрим еще раз. Прощальным взором посмотрим все эти красоты. Если раньше не навернемся на этой лестнице, вот видите, я сделал хорошую попытку, потому что палка соскочила. Но не без последствий пока. И с кем бы нам тут больше всего хотелось попрощаться. А вот, например, хотелось бы поздороваться с Емелей. Емеля, привет. Привет, Антон. Вот этот человек, собственно, привез сюда всех этих прекрасных корейцев. А до них трансля... Ухнул. Ну, ничего страшного. Ну, ничего страшного. Проснулся точно так же. А кого следующего ведем? А летом без вот этого проекта из Тэша, пройдем иранцы. О, и когда иранцы? В юге. А это Спайдер. Его не видно, но... Спайдер, ты в эфире. Привет. Это Спайдер главный. Всем привет. По искусству в этом городе. И всем он передает привет, только видно его плохо. И очень люблю Антона. Очень люблю Антона. Вау. Видите, его не испугало предъявленное мне обвинение. Меня оно порадовало. Да. Ну, видишь. Молодец. Я этого ожидал. Ты заслужил. Ну, это я да. Я не отказываюсь. От заслуженной чести кто же отказывается. Уважаю тебя. Ну, еще раз. Давайте. А ты рассмотрел этот карандаш на негрудовом холсте? Ты весь пиздец человечный. Абсолютно. Да. Еще раз повтыкаем на вот это вот цветное. Давайте. Давайте пройдем с этого и до последнего сантиметра. Потому что, понятно, что я вас могу мучить еще этим корейским искусством до завтра или до начала эфира на дожде, но как-то надо, надо, надо честь знать. Но оторваться, опять же, невозможно. Ну, впрочем, у вас есть там кнопка надлежащая, с помощью которой вы можете прекратить это мучение. Поэтому, если вы здесь, то, в общем, исхожу из презумпции, что это добровольно. Давайте еще раз посмотрим на этот акрил, безумный совершенно, брейгелевский. И будем с вами прощаться до эфира на дожде. Сейчас. Вот. Вот мы уже, уже пришли. Пришли к этому. Вот наш фобисович корейский, а вот у нас корейский брейгель-босс. Еще раз. Давайте вот внимательно, внимательно, внимательно. вот в эти вот заросли, вот эти вот кусты. Вот в этот вот невероятного зеленого цвета моду, который вы понимаете, что хорошо у него акрил, да? У него там вообще проблемы с этим нет, да? Акрил вон, ядовитые цвета просто, просто гадалка не ходи дает, да? Но все равно это такая прорисовка, да? И это огромная картина, реально. То есть это какие-то там два на три, да? То есть это, это, это долго можно разглядывать. Долго можно разглядывать. Хорошо, что в галерее Триумф можно подойти вплотную, и даже, стыдно сказать, можно вообще потрогать произведение. Но дело, конечно, это никому не отлянуется, но вы видите, да, что никакого, никакая сирена не раздается от того, что этот глазами практически к ней припал. Вот эта вот картинка. Еще одно акриловое с лесом. Вот этот, вы помните, текст, который, как мы его разглядывали, оказался совсем не текстом. Эти зеркала на самом деле, концовки, наверное, эти зеркала, это самое, в общем, неинтересное, что здесь есть. Ну и закончим теми прекрасными любовниками, без подписи и без авторства. Вот они замечательные, вокруг которых, видите, не только мне хочется ходить, и вглядываться, и рассматривать, и фотографировать их на телефон. Потому что все-таки не каждый день в Москву привезут такое. В общем, обратите внимание на покрасневшие суставы, да, это вот и здесь, и на ногах. То есть это гиперреализм, который я не знаю, откуда они вообще все это берут, наши корейские товарищи. Вот, но берут, берут, то есть, понимаете, у них там своя жизнь, не только Samsung, не только Hyundai, не только LG, а вот, видите, еще и вот эта вся красота, которая совершенно магнитная. Магнитная, видите, этот человек залип абсолютно, хоть он и не в трансляции, но он тоже не может отойти. Я не понимаю, он на фото снимает или на видео? На фото, наверное. Ладно, прощаемся с корейскими любовниками и с посетителями Вернисажа. Отправляемся на телеканал Дождь. В эфир к Антону Жилнову. Смотрите сегодня в 10 вечера. Будем мучить замминистра связи по цензуре, господин Волина. Все, спасибо за внимание. Привет. Это была галерея Триумф. Прямое включение. Бай-бай.